Город на 99% уничтоженный. Хотя бы какую-то аптеку одну сделали, хотя бы как-то. Российское пропагандистское издание «Известия» опубликовало репортаж из захваченного российской армией города Попасное Луганской области. Этот город Россия захватила еще в мае прошлого года. В ходе штурма Попасное подвергалось серьезным обстрелам и была сильно разрушена. С тех пор прошло уже полтора года, но даже российские пропагандисты в своем репортаже признают, что никакого восстановления города не происходит, а оставшиеся местные жители выживают в первобытных условиях, брошенные и забытые всеми. Попасное город на 99% уничтоженный огнем украинской артиллерии. Само собой, чтобы оправдать это варварское уничтожение города, российские СМИ рассказывают теперь, что его разрушила Украина, хотя всякому нормальному вменяемому человеку понятно, что это абсурд, потому что на момент начала полномасштабного российского вторжения Попасное контролировалась Украина. Этот город был под контролем Украины, и, соответственно, российская армия его штурмовала, наступала на него, применяла артиллерию, авиацию, и все разрушения в этом городе, они стали следствием этого штурма. То есть пока Попасное спокойно жила в Украине, там все было тихо, хорошо, не было никаких обстрелов, и только с приходом России город оказался полностью разрушен и уничтожен. В тех домах, которые хоть как-то пригодны для жизни, сейчас обитает 260 человек из 20 тысяч населения, которое здесь было. До прихода России в Попасной проживало 20 тысяч жителей. После прихода России в Попасной осталось жить 260 человек. Это 1% населения. Россияне называют это освобождением. Ну что ж, теперь хотя бы понятно, от чего Россия освобождает Донбасс. От коренного населения, что прекрасно видно на примере Попасной. Выживают только за счет гуманитарной помощи. Ни магазинов, ни аптек, ни света, ни воды, ни газа здесь нет. Все есть, кроме света, воды и газа. Ни воды, ни света, ни газа, ни магазинов, ни аптек. С приходом России уцелевшие жители Попасной стали фактически жить в условиях постапокалипсиса. Это при том, что при Украине у них были все блага цивилизации. Ну, во всяком случае, магазины, аптеки, свет, газ, вода точно были. Но Путин тогда решил, что жители Донбасса страшно страдают в Украине и их нужно срочно защитить. Ну и вот так защитил. Наши действия на том же Донбассе прежде всего предиктованы и главным образом защиты людей. В этом смысл есть наше действие. Конечно, мы должны были помочь и мы помогаем людям, которые проживают на Донбассе. Но, похоже, жители Попасной не очень-то рады, что им так помогли. А сейчас вообще в городе что есть? Ничего нет. Все разбито. Теперь 1% жителей Попасной, уцелевшей после такого освобождения, умоляет своих освободителей, чтобы им хотя бы дали свет и установили где-нибудь в развалинах один аптечный киоск. В городе ничего нет. Ездим, соседи езжают. Нанимаем машины, едем. Нам что-то покупаем. Или едут тут люди сами. А там ничего нет. Хотелось бы, чтобы хотя бы что-нибудь нам сделали. Хотя бы электричество нам провели. Хотя бы какую-то аптеку одну сделали. Хотя бы как-то. Хорошо помню, как пророссийские агитаторы у нас все время говорили, что Донбасс в Украине якобы притесняют и ущемляют. Рассказывали, что в России жить намного лучше. И вот пришла Россия. И жители Донбасса теперь мечтают о том, чтобы им хотя бы дали электричество и открыли хотя бы одну аптеку. То есть не о высоких зарплатах мечтают. Не о каком-то развитии. А чтобы хотя бы свет дали. Все эти люди, о которых идет речь, были бы живы, если бы Россия не начала так называемую специальную военную операцию. Все они погибли в результате наступления российской армии на город. И это просто факт. Еще в 2021 году все они были живы и строили планы на будущее. Но пришла Россия и теперь нет ни этих людей, ни их города. Хлеб только по понедельникам и четвергам. Вместо работы и зарплаты подачки в виде гуманитарки в мусорных пакетах. Наслаждайтесь. В чем смысл всего этого безумия, не может внятно пояснить уже ни один российский патриот. Что получила Россия, захватив развалины мертвого города без людей? Вот что? Какой в этом смысл? Какой в этом прок? Да нет, на это никакого внятного ответа. Это классический подход ни себе, ни людям. То есть они захватили какую-то территорию, полностью ее разрушили. Всех, кто там остался, бросили и забыли. Все, это все не надо ни России. И украинцам они это не отдают, чтобы Украина как-то нормально жила на этой территории. То есть просто захватили, разрушили и бросили. И что характерно, российские пропагандисты, вот эти прокремлевские СМИ, они открыто это уже показывают. Они даже не отрицают, что Россия фактически просто разрушила эту территорию и бросила. Они показывают, что никакого восстановления там не происходит. а люди фактически живут в аду и вспоминают свою жизнь в Украине 2 года назад, как рай, уже как что-то невероятное, у них ностальгия по тем временам, когда просто свет был, хотя я честно, открыто говорю, Попасное не процветало, это не было какое-то райское место, я бы не хотел там жить, но тогда там хотя бы были аптеки, магазины, свет, газ, вода, сейчас нет вообще ничего, все разрушили, бросили, и даже российские пропагандисты по сути уже не пытаются никого убедить, что Россия помогает Донбассу, потому что всякому нормальному человеку понятно, что это не помощь, но это то, что мы видим, это не помощь, друзья, очень важно эту информацию доносить до максимального числа людей, чтобы все знали, что Россия на самом деле творит с Донбассом, его населением, оставьте сейчас лайк и комментарий к этому видео, это важно, чтобы оно получило больше охват, и подпишитесь на канал, это тоже очень важно. Субтитры сделал DimaTorzok